НОСКАР Все части соединяют и с помощью алюминиевой скобы крепят к шаблону для придания нужной формы. Для создания колесных арок используют так называемый шринкер – инструмент, сгибающий и сжимающий металл. После этого переходят к следующему инструменту, который раскатывает металл словно тесто и придает ему определенную форму. По сути, передняя подвеска здесь точно такая же, как у обычного автомобиля. Отличается лишь угол установки колес, который регулируется с помощью специальных контролирующих скоб. Рассмотрим это подробнее. Правое переднее колесо наклоняется внутрь, в то время как левое уходит наружу. Дело в том, что эти машины участвуют в кольцевых гонках только в одном направлении и всегда поворачивают только влево. То есть, по сути, это автомобиль одного соревнования. Теперь устанавливают стальной диск, а затем шайбу между диском и колесом, что обеспечивает определенное расстояние между колесами в соответствии с требованиями Носкар. Далее в скобу вставляют две тормозные колодки и надевают тормозной диск. Конструкция тормозной скобы включает в себя поршни разного размера. Благодаря этому разные колодки будут прижиматься к диску равномерно, обеспечивая надежное торможение. Далее переходят к установке внутренних механизмов. Коробку передач устанавливают в алюминиевый корпус. Затем монтируют восьмицилиндровый двигатель мощностью, внимание тем, кто в этом разбирается, свыше 750 лошадиных сил. Для остальных поясним, это больше, чем очень много. Пластиковое ветровое стекло крепят зажимами на болтах, которые удержат его на месте даже в экстремальной ситуации. Каркас сиденья сделан из алюминия. Для каждого гонщика Носкар кресло делают на заказ, учитывая параметры тела. Как только сиденье закреплено, устанавливают особый руль. Он имеет специальный предохранительный механизм, позволяющий отсоединить руль одним движением в случае травмы гонщика при аварии. И, наконец, завершающие штрихи. Сначала на двери наносят наклейки с номером автомобиля. Кроме того, на все машины Носкар обязательно наносят наклейки с именем спонсора. Куда же без этого в современном мире. Помимо всего прочего, гоночные машины Носкар имеют несколько дополнительных защитных механизмов. Крылья минимизируют вероятность того, что машина сцепится при боковом столкновении. Закрылки на крышах направляют поток воздуха вниз. Они прижимают автомобиль к трассе, не давая ему перевернуться на огромной скорости. Обычный гоночный автомобиль весит примерно полторы тонны. На трассу его доставляют на верхней платформе трейлера. Нижний уровень – это рабочее пространство для команды механиков. Каждый, кто хоть однажды видел гонки Носкар, может смело сказать, что это занятие для отчаянных ребят.